Ну что, друзья, возвращаемся к вам. У нас тут уже полноценное Best of 3 противостояние. Победители предыдущих матчей БО-1 играют между собой. Соответственно, это команда Winstrike против команды Fate. А что у нас по пикам? По пикам у нас следующая ситуация. Fate у нас взяли оверпасс. Winstrike решили взять себе Vertigo, на котором они играли против команды Ego буквально несколько минут назад. Ну и последняя карта, если понадобится, третья, будет Миражом. И у нас тут, кстати говоря, Winstrike выбрали, точнее выиграли ножи, будут выбирать сторону, как я понимаю, на оверпассе, на вражеском пике. Да, и будут начинать они за защиту. Но посмотрим, посмотрим, как они тут у нас будут справляться со своими обязанностями. Если смотреть, например, если смотреть статистику, то у Fate 24 сыгранных оверпасса за 3 месяца и 50% винрейта. А у Winstrike 4 оверпасса за 3 месяца. И выигран только один, чтобы вы понимали. То есть здесь номинально Winstrike просто вот прям вот андердоги. И не должны выигрывать. Но вы же знаете, прекрасный Counter-Strike, в котором мы с вами обитаем. Здесь у нас все может поменяться. Окей, ну окей, ладно, ладно. Будем смотреть. Winstrike, как я сказал, выиграли ножи. Будут начинать за защиту. Fate у нас будут начинать за атаку. Будут атаковать у нас, ребята. И сейчас мы с вами и посмотрим, как они у нас здесь будут атаковать. Харон на приемке. Получилось забрать одного. Патрик там забрал Элиан Никельбек на размене. Ситуация. 4 в 3 для команды Fate. Большинство Никельбек начинает быстренько смещаться под базу. А там есть опорник. У него, кстати говоря, Лаки делает минус. Дострелял там Блокер. Дострелял Марк. Ризану последний, но он делает отлично. И 2 кила ситуация. 1 в 1 Блокер против Кризана. Бомба у Блокера на руках. Блокер может спокойно уходить под базу B. И ставить бомбу и отыгрывать Клач. Там у нас Кризан только начинает смещаться. Сейчас побежит на 9. Головы увидели его. О-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Это было сильно. Это было сильно. Так, что у нас по кэфам. На первую карту. На первую карту коэффициенты. Следующие от наших друзей. Париматч. 1.50 на Fate. 2.48 на команду WinStrike. Также не забывайте про 100% бонус на сайте париматч для новичков. Делаете депозит, получаете 100% бонуса депозиту сверху. Мы с вами продолжаем. 1-0. Хорошая пистолетка. Ну, кстати говоря, как для одних, так и для других. Привет, я не в теме, а где Хоббит? Хоббит уже играет за команду Gambit Youngsters. Так, окей. Окей, смотрим дальше. Хорошая пистолетка, но не забывайте, что в последнее время мы очень много с вами видим, когда команды, которые проигрывают пистолетный раунд, забирают форсированную закупку. То есть сейчас WinStrike может со скаутом, с деглом, с гранатками, с ЦЗшечкой. Тоже могут раунд забрать здесь, как бы. Вообще без вопросов. Но, если получится, понятное дело, как там на самом деле произойдет, пока ничего не понятно. Ничего не ясно. Медленно раунд, кстати говоря. Фейтпада будут выходить. Будут выходить через лонг и будут выходить через дугу. Через банан. Побежали. Побежали. Тут у них, кстати говоря, неприятности. Могут быть очень много здесь игроков. Патрик. А второго не дочекал. А второго не дочекал. Да, и по итогу потеряли здесь Патрика. Пытаются здесь воевать с Бондиком. С Бондиком повоевали, но снова не дочекали. Вот одного убивают. А дальше в позицию не смотрят. Вот видите. А я вам о чем? А я вам о чем? Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Хотя стойте. Хотя что... А, там времени нет. Да, там же времени. О, он еще и после таймера умер. Да. Тут надо на все закупаться, сбрасывать эту экономику. Потому что вариантов там немного, как мне кажется. Должны, честно, на все закупиться ребята из команды Фейт. Ну, либо делать два эко подряд. Что, два эко подряда? Нет, закупаться будут на все. Будут закупаться на все. И, соответственно, мы с вами видим форс на форс на форс. Правда, этот форс, конечно, будет не такой уверенный, как мне кажется. Как у камп... Хотя там галильчик есть. Ну, не-не-не. Не должен быть уверенным. Не должен быть. Так. Плаки. Фейт не торопится в атаке. Не торопится. Как будто бы побаиваются. Как будто бы побаиваются. Как там на самом деле? Непонятно пока. Побаиваются они или не побаиваются. Четыре в три. Лаки. Очень вязко. Прям очень вязко. Прям вот невероятно. Такое ощущение, что фейт не знает, что делать им. Просто не знает, что делать. Ну, их тут уже... Они сами не идут. К ним уже идут просто. Защита. Она говорит, ребят, ну хорош. Сколько уже можно? Давайте. Давайте какой-то контакт, пожалуйста. Тут даже не убили никого. Да, это 2-1. Там сейчас будет эко у фейта. И будет выход на 3-1. Мне кажется, кап-9 опять спириты заберут. Ну, спириты хорошая команда. Ну, почему бы и нет. Все может быть. Все может быть. Можно им только удачи пожелать. Здесь у нас Эля с шариков фармит. Закрывает Мара. Закрывает Харна. Бондик присоединяется к своему тиммейту. Лаки также в упоре под лестницей отыгрывает блокеровой паники. Это легчайший раунд для команды. Винд страйк. 3-1. Сейчас будет бай полноценный. Бай нужно забирать. Если фейт бай не забирают, то это что значит? Правильно. Можно уже на такую серьезную дистанцию отпускать своих оппонентов. Так. Мы продолжаем. Интересно, там будет взглянуть на кайфы от наших друзей париматч. После этого раунда лаки. Неважно, есть девайс. Он 50 хп потерял. И минус 2 сделал. И калаш нашел. А чего бы, как говорится, и нет. Просто пришел. Просто победил. В коннекторе минус 2. Бомба упала. Инфа по бомбе есть. Ну и все. Ну и все. Бондик находит Харна. Со своей позиции он не ушел. Это джиджиз. Скорее всего. Но именно в этом раунде. Для команды Фейт. Пытаются, понятное дело, 2 в 5. Но вы сами прекрасно понимаете, что 2 в 5 это будет сложно забрать. Как же Фейт. Как же Фейт медленно играют. Но сейчас-то понятно, что они тут ждут какой-то агрессии, дабы хотя бы килл сделать. А так, в целом, у них какой-то сегодня такой стиль игры. Очень такой, как я сказал, вязкий, медленный. Кильбек в позиции отыгрывает блокера. Патрик у нас открывает одного. Переводит сразу на Элиана. Но не хватает. Не хватает. 4-1. 4-1. И ребята из команды Винстрайк берут 4 раунда к ряду. Коэффициенты от наших друзей из Parimatch следующие. 1.72 на Винстрайк. 2.05 на Фейт. Вот так вот все и поменялось. А было, чтобы вы понимали, наоборот. Ну и опять же, не забывайте про удобное мобильное приложение от Parimatch. Можете скачать его на свое мобильное устройство. iOS, Android. Не важно, что у вас. Везде хорошо работает. Постоянно обновляется. Поэтому будьте мобильными, друзья. Устанавливайте приложение Parimatch. Раунд под номером 6. Что у нас? P250, тег. И все, да? А что там у Ники, интересно? Ники, ну-ка, покажь. Покажь, что там у тебя, Ники. Ну-ка. Не вижу я, что... А, тоже так. 4 P250 и 1 тег. Так. Ага. Понял. А-а-а. Ну, что, понятно. В принципе, понятно. Под базу Б зашли. Перестреляли всех. Ну, не всех. Троих. Но бомбу поставили. 4 ГК выживших. Остается хороший молик. Как только... Да, догорает все-таки. Элиан. Элиан дочекает. Дочекал 2 в 2. Сейчас, может быть, еще и перевернут. Но Бондику нужно тащить 1 в 2 клач. И, в принципе, он сейчас это может сделать. Они в ряд стоят. Они в ряд стоят. Они в ряд стоят. Они в ряд стоят же! Ой, господи! Ой, что это такое? О, боже. Он мог вообще в ряд убивать на самом-то деле. Но это жесть. Бонди красавчик. Хорошая ситуация для команды. Винстрайк 2 в 4. Они все это дело растаскивают. Ну и, по сути, как мне кажется, ребята из фейта дают свой раунд. Хорошо зашли. И, имея у себя в наличии только лишь по 250-е 4 штуки и 1 тег. Хорошо зашли. Но вот дальше как-то закрепиться, да, на планте у них не получилось от слова совсем. Грустно. Так, Бондика и Харон делают по минусу. Это по разменам. В принципе, все неплохо. Один в один. Поджимчик уже пошел. Никельбек открылся по блокеру. Сделал минус. Лаки. Лаки отлетает. 3 в 3. 3 в 3. Так. Бондики информация известна, но она и понятна. Он только что килл сделал. Нейлиан на туалетах. Савика. Драгон лору в руках. Серьезный девайс, так скажем. Серьезный девайс. Снова фейтинг торопится. Снова фейт не торопится. А куда пойдут-то по итогу? Под Б? Да, вроде под Б. Там, кстати, только второй номер, не киллбек. Но если его не дочитают... Ну, минимум одного он должен закрывать здесь. В этой ситуации. А вот как дальше пойдет? А, нет. Классная флешка. Никого не закроют. Классная флешка. Хорошая прям, да. Ну, раунд должны закрывать здесь. Фейт. Должны. Если сейчас, конечно... Да, да, да. Все. Закроют. Хорошо. Здесь подсадочка сыграла. Нормально. Второй для фейта. Второй раунд для фейта. 2-5. Но, опять же, на своем пике хочется... Какой-то более уверенной игры. Вот команды... Фейт. Но даже не знаю. Дождемся мы ее. Не дождемся мы этой... Уверенной игры. Террористы win. Так. Да, это пик команды фейт. Но это пик команды фейт. Второй взяли. Смотрим дальше. Так, что у нас там по деньгам у винстрайка? Ну, там, кстати говоря, деньги-то закончились. Мягко говоря. То есть, в принципе, раунд за 2. Там только у Бондика 4 650, а у остальных-то денег нет. Поэтому это раунд за 2. Да, чатик, всем привет. Элиан. На шариках падает от Мара. Падает от Мара. И это большинство для команды фейт. 5-4. А токсати блокера по код следует 30%. Лаки под флешечку открывается. Никого не видит. Спрятались игроки атаки. Не подставляюсь. Пока не подставлялись. Кризен. Минус ники. 4 в 4. Блокер. С лаки сошлись в схватке. Здесь блокер оказался посильнее. У блокера, кстати говоря, было 30 хп. У лаки только на 22 по код целому. Не добил. Не добил. Ну, фейт снова аккуратно играет. Фейт снова играют аккуратно. Не торопясь. Кризен находит блокера Харна на размене по Кризену ситуации. Все. Еще большинство для фейт. Куда же вы пойдете-то, фейт? Как-то вот, я не знаю. Ну, максимально не уверенно они смотрятся. Или только мне так кажется. Максимально не уверенно. Как-то они тут-туда, тут-туда, тут-тут постоят, тут-там постоят, тут-тут-тут-там. Ну, что-то... Не знаю. Как-то вот... Как-то не видно в их действиях уверенность, что ли. Алексей, будьте первым. Конечно. Так. Бомба ставится по-да. А тут из-за защиты, со стороны защиты, никого. Бэк пришел. Повоевал там немножко. Но решили на сейф уходить. Да, на сейф груздевайс решили уходить. Потому что там денег нет. Вот это вот все. И вот это вот все. Забавно будет, если, конечно, Винстрайк выиграет фейт в оверпассе. Потому что, как я вам уже говорил, как я вам уже говорил, Винстрайк за 3 месяца 4 раза сыграли оверпасс за 3 месяца. 4 раза. И только 1 раз выиграли. Продолжаем. Продолжаем. Как уже мы с вами привыкли видеть, фейт никуда не торопится. Не знаю, как Винстрайк будут отыгрывать, но сам факт, что у фейт все это дело очень выглядит размеренно и медленно. А вот Винстрайк, может быть, будут атаковать. Динамично, назовем это так. Хотя тоже не факт. Тоже всякое может быть. Смотря как первая половина закончится и вот это вот все. Так, 40 секунд и контакт. Первый блокер. Минус лаки. Затишье снова. Снова затишье. А, пойдут они пода, да? Пойдут они пода. Так, здесь бондик был, бондик сплыл. Бомбу поставили. Бомбу поставили. С АГФ было 6-10, закончилось 16-12. Забавно. Но это четвертый раунд для фейта. И это, кстати говоря, три раунда подряд для фейта. И денег Винстрайк. Вы сами прекрасно видите, что нет. Террористы победят. Так. Десятый раунд. Кстати говоря, ситуация по кэфам полностью изменилась, друзья. Обратите внимание. На Винстрайк. 2-42. На фейт 1-52. От наших друзей из париматча. У нас три раза менялись кэфы. Сначала у нас был кэф 1-5 на фейт. И там 2-40 на Винстрайк. Потом Винстрайк взяли 5 подряд. На них был кэф там 1-4. На фейт там был 2-6. И сейчас снова на фейт. 1-4, 2-6 на Винстрайк. Ну, оно и понятно, потому что тут качели у нас. Одни раунд берут, тут другие раунд берут. Причем не по одному, а именно стрики. Именно стрики у нас тут летят. Интересно, мне передаст. Привет, Алексей. Привет. Мы передаем только на личных стримах. А так спасибо большое, что смотришь трансляцию. Так, ну, по экономике проблема у Винстрайка. Там грустно сейчас все будет. В плане того, что надо будет восстанавливать там несколько раундов. Так, Харан дождался. Есть скилл. Еще один оформил. Ну и на базу. Так, Никельбек тут так залетал. Сурово так залетал, что по итогу очень быстро упал при заходе. Ну и здесь без особых проблем фейт забирают. Четыре раунда к ряду забирают. Сначала Винстрайк взяли пять подряд. Потом фейт взяли четыре подряд. Пять-пять. Кто по-вашему тут фаворит? Не знаю, друг. Правда не знаю. Очень сложно сказать. Кто здесь фаворит. Пиками, наверное, разменяются. И на третью карту пойдут играть. По статистике просто вообще не видится, как здесь Винстрайк могут карту забрать. Вот эту. Да, начало было неплохое вроде, как показалось. Но вот видите, все равно приплыли к тому, что сейчас у фейт уже пятерка в атаке на оверпассе. Я просто не уверен, что на оверпассе. Сейчас посмотрю даже. В принципе, нет смысла смотреть статистику фейт на оверпассе. Точнее, статистику оверпасса у Винстрайк. Бондики с минус паники. Но просто интересно, что у них по оверпассу за атаку. Ну да, они за защиту больше берут. Они за защиту берут 54%. А за атаку прям что-то маловато как-то они берут. Поэтому сейчас они играют на своей сильной стороне. У нас, кстати говоря, хорошие киллы с одной и с другой стороны. Харон остается последней. Ну и здесь сейчас нужно включиться на этот раунд. Да, хорошо, 6-5. Вот, 4 раунда к ряду отдали. Наконец-то взяли. Наконец-то взяли. Следующая будет Девертига. Девертига. Так, а по Девертига у нас... По Девертига у нас ситуация следующая. Где здесь у меня? Где здесь у меня? По Девертига ситуация следующая. А, ну, кстати говоря... Слушайте. Вообще пики выглядят как 2-0 для фейт. Если честно, да? Ну вот, если прям вот просто по пикам смотреть. По статистике. Выглядят как 2-0 для фейт. Но как там на самом деле будет, мы с вами узнаем. Просто фейт играют и оверпасс, и Вертига. Чего нельзя сказать про Винстрайк. То есть оверпасс они, например, не играют. Так. Фейт, ого. На ранних таймингах даже проходить начинают. Фейт. Так. По разменам один в один. В этом моменте. Тут еще Харон подключился. Ну и по ходу, да. Ну и по ходу 6-6. Слушайте, 6 в атаке уже неплохо. Почему один комментируешь? Ну, такое расписание. Там у нас одно БО-1 у каждого. У меня уже не Слипсом Вайла. Потом у меня одно БО-3. У него отдых. Потом у меня отдых. У него БО-3. А потом мы вместе БО-3 закрываем. Такое странноватое расписание, конечно. Но вот так бывает. Так. Ники там у нас фармит. Фармит неплохо. Еще и Мар подключается. Ну там только пистолет. Это Овен Страйк. Поэтому почему бы и нет. Можно забрать. Все это дело. Не, вдвоем мы будем. Будем. Только последнее БО-3, которое в 11 начинается. Мы будем его кастить. Мар. С Бонди. Кулаки последние. Закрывают опять в ноль. 7-6. 7-6, друзья. Вот это вот какой-то всплеск был. Вин Страйк такой. С учета там, где когда они 1-0 проигрывали. Потом форс забрали. И как-то 5 раундов к ряду. А потом все встало на свои места. Элиан. Пострадал здесь. Немного. Промах. Отошел к банку. Более сейвовую позицию занял. В 2 авика отыгрывает Нинкельбэк. Взял второй. Закупились в ноль винстрайк. Сейчас узнаем, заберут ли первую половину. У нас фейт. Просто здесь Харон еще делает минус. Это было 3 и следующее. Это было 3. Потом. Нет, еще было. Еще 3 было 3. Это, следующее и еще одно. Так. Кризин минус 2. Блокер на размене. Хорошо. Казалось бы. На минуту. Ну нет, нормально, нормально. Должен закрывать на страйк. А подождите. Ой, у него 1 хп. У него 1 хп. А если заберет? Это обидно будет Лаки, наверное. Если он сейчас проиграет. Это будет обидно. Нет, он не проиграл. 7-7. Все-таки пока еще непонятно. Как мы тут будем все это дело... Точнее, кто у нас первую половину заберет? Пока еще непонятно. Но совсем скоро. Узнаем. Потому что последний раунд. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, полетели. Полетели. Раунд под номером 15. Эллиан здесь все так же на шариках. Не получилось здесь ничего сделать. Никельбэк. Падает от Ники. Ситуация 5 в 4. Ухарна 28 хп. Ухарна 28. Падрик. В атаке он там уже у нас на шариках. Здесь еще коннектор надо просмотреть до конца. Мало ли кто-то затаился там со стороны винстрайка. Но мы видим, что... Никого. Бондик поджал Лонг. За это наказали его. Харн был автором этого килла. И смещение пошло. Пошло смещение по да со стороны винстрайк. Но на самом-то деле... Ой-ой-ой-ой-ой. Кризен, какой же тайминг для него. Еще и хаешку лови. О-о-о-о. Пру-пру-пру-пру-пру. И снова под Б убежали. Ну и все. И снова бежать. Снова бежать. Притом, что тут Мар хорошо занял позицию для себя. Еще и последнего игрока спалил. Это Элиан. Информацию он по нему дал. Ну и как бы здрасте. Ну и как бы здрасте. У него Элиан утащить 1 в 5. Савик? Да. Это жестко. Но это последний раунд прям такой от фейт. Сильный. Сильный, скажем так. Но под вот этот вот стиль фейт. Винстрайк как-то подстроиться не могут. Вроде как казалось, что вначале они сами идут их пушить. Потому что сами фейт ничего не делают. А потом по итогу. Все как-то развалилось. И со счета 5-1 по сути-то два раунда только взяли. Семь отдали. Бывает. Бывает. Да. На сейф. Так. Напомню вам про наших друзей из париматч. Напомню вам про 100% бонус к первому депозиту. Ссылка находится в описании под трансляцией. Если вы у нас новичок, не были на париматч, заходите, пользуйтесь всеми бонусами. А мы с вами продолжаем. Вторая пистолетка начинается. Ну и в этой второй пистолетке, понятное дело, при смене сторон Винстрайк будут атаковать. Фейт будут защищаться. Так. Полетели. Полетели, полетели. Вот у меня был вопрос, как будет Винстрайк атаковать. Бондик, Патрик. По размерам неплохо. Патрик отходит. Отпускают его. Харон с токсика по стрельбе не идет. Ой, как не идет-то. Зато тут есть Патрик, у которого по итогу получается Харон. Здесь сложно. А, бомба упала. Грусть, печаль, тоска. Грусть, печаль, тоска. Так. Так. Бум. Отвалился Лаки. И отвалился Элиан. 9-7. Фейт забирает пистолетку. Фейт забирают пистолетку. Кстати говоря, по пистолеткам 2-0 пока что. Первую тоже забрали Фейт. Потом, как вы помните, Винстрайк забрали. Форс раунд. Харон с шариков со скаутом. Ники поджимает вместе с тиммейтом. Есть минус по Никильбэку. Мара отыгрывать начинает по лаке. Хаешку. Хаешка никуда, потому что Ники сделал килл. Кстати говоря, Мару больно. 26% здоровья у него. Понеслись, понеслись ребята из Винстрайк. Под базу Б. Но здесь Патрик. Слышит прекрасное перемещение. Начинает сжать. И... Нет, это не трипл килл. Не получилось, но блокер прикрыл. По итогу один девайс выбили, но не страшно. Это был фармган, поэтому ничего такого. 10-7. 10-7. Сейчас полноценный бай от Винстрайк. И... Первая проверка боем после смены сторон. Ну вот Винстрайк. Кстати говоря, тоже особо не торопятся в атаке. Такие у них, я думаю, будут более размиленные раунды. Но они, понятное дело, хотят по максимуму отыграть. Насчет того, что забрать пик, это вряд ли. Да, мы уже не раз с вами говорили. Так, Мар хорошо на приемке. Мар. Ой, какая хорошая флешечка еще там была. Лаки вообще сделать... Ничего не смогли. Элиан. Наспамару. Харн. Ой, какая хорошая хаешка от Кризона залетает. Неплохо. Пок Кризона. И бондик последний. Ну, да, тут сложно. Тут сложно, пацаны. 11-7. Денег снова нет. Почему даст никто не пикнул? Я думаю, карта норм для их пика была. Ну, последними вычеркивали Винстрайк. Последними вычеркивали Винстрайк. И они убрали ДС-2. Выбрали Мираж. Оу, Кейси. Оу, Кейси. Продолжаем. Никки. Есть минус. Никки. Дабл килл. 5 в 3. Кризона, Эляна и Никельбек остаются. У нас втроем со стороны команды атаки. Ну, и Фэй тут. Фэй тут, по идее, ничего не грозит. Сейчас узнаем. Грозит или не грозит. Харн. У него здесь прощает Никельбек. Хотя казалось, что... Может получиться у него перестрелять стегла. Но нет, не получилось. Кризона, Эляна, остается вдвоем. Кризон. Неплохая голова. Элян. Скучно одному комментировать. Да нет, я не могу сказать, что скучно. Просто не всегда... Ну, есть динамичный Counter-Strike, а есть такой размеренный, медленный Counter-Strike. И поэтому как бы на карте долгое время ничего не происходит. Да, порой. И это, ну, не всегда классно. То есть хочется больше динамики иногда. Так, тут 2-0 за Фэйт. Не, у них Вертига нормально тоже вроде. Но я тоже думал, что 2-0 за Фэйт должно быть здесь. Ну, а как там дальше пойдет, это уже... Такой... Вопросик серьезный. Вопросик серьезный. Так, Кризон. Хорошо, заходят. О, видите, динамика. Видите, динамика пошла. Оп, динамика, и сразу Фэйт к этому были не готовы. Думали, сейчас опять будет размеренный раунд, а там на ноге просто под базу Б. С криком кия и ударом ноги. Залетают ребята из команды Винстрайк. И восьмой для себя забирают. И восьмой для себя забирают. Медленно и всегда скучно комментировать. Ну, я не могу сказать, что скучно. Просто, ну, такой у него определенный стиль у этого матча. Террористы Винстрайк. Так. Взяли первый раунд. Взяли первый раунд Винстрайк. То есть, мини сторон. Это не может не радовать. Но одного мало, понятное дело. То есть, сейчас лучше бы... Потому что, если не заберут Стриком, могут навредить себе этим одним раундом, по сути. Так. От Б базы три опорника. Точнее, три атакующих игрока. На самой базе два опорника со стороны защиты. Ай, три. Или нет, подождите, я не вижу. Нет, нет, два. Два, 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 два. Все-таки два. Минутка. Кризен. Через монстра. Здесь Патрик с блокером. Отвернулся. Ух, хорошо зашли Винстрайк. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут развал-то пошел, ребята. Вы посмотрите. Тут развал-то пошел. Тут уже девятый. Тут уже девятый. Привет-привет всем, ребята, чатики. Привет-привет всем, ребята, чатики. Тебе надо поставить на матч, чтобы интереснее было комментировать. Да нет, так не работает. Нет, это так не работает. Пауза от фейт. С валарантом завязал, как я понял. Ну, я не играю сейчас, да. Я сейчас практически не играю на стриме в игры. Ну, думаю, КАСик сейчас попробовать, думаю, чего-нибудь новенькое дать в КАСе. Не просто там играть, а какой-нибудь формат придумать с приглашенными гостями. По статистике винстрайк должны проиграть 0-2, а на деле могут выиграть 0-0. Ну, это контрстрайк, здесь все что угодно может происходить. Все что угодно. Если у нас винстрайк против Эго, против фаворитов, забирают раунд на чистых пистолетах без арморов и выигрывают игру. О чем тут важно говорить? Ладно, полетели. Бондик минус Никки. Никки падает. Ситуация большинства для винстрайка 5 в 4. Мар. Слышит прекрасно там прыжки на детской площадке. Он тут хард должен. О-о-о. А вот это вот обида. А вот это вот обида. Может быть не хватит, кстати говоря, сейчас... Хотя тут три игрока на миду, по сути. Один в коннекторе. Один за фонтаном. Ой-ой-ой-ой-ой. Как от Мара-то от одного залетает. Ну, так нельзя было делать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там и блокер по бондику сделал минус. И вроде как и большинство. И вроде как и инфу хотя бы по какому-то игроку знает винстрайк. Но вот Мара за фонтаном не чекают. Там угол неудобный при выходе. И вот тебе, пожалуйста. Кризан еще здесь получает. Патрик его перестреливает с фармгана. Эллиан последний. У него 19 хп. Но одного убьет. О, это, ребята, нож. Это, ребята, нож. Снова пауза. Снова пауза от фейт. Кстати говоря... А, ну не, сейчас еще пока сложно сказать. Хотя там у двух игроков уже денег нет. Там у Эллиана и у Бондика уже проблемы. Кто может подсказать, Na'Vi сейчас отдыхают или играют? Na'Vi? Ну вот сейчас отдыхают. Потому что они с Кёльна вылетели. С Кёльна они вылетели. Не получилось у них. В Кёльне. Нет, обзорами я не занимаюсь. Добрый день. Привет, привет, привет. Так. Полетели. 23-й. Пауза прошла. Смотрим. Харн. Дождался, но не перестрелял. И сам покоцался. Серьезно, так 13 хп у него. Но и оппонента покоцал. А Харн. Еще и тот же самый Харн, который до этого покоцал Кризона, его взорвал. Так, 5-4. Большинство для фейт. Окей. Что дальше? Что и как дальше? Сейчас с вами и узнаем. Получится выйти на 14-й у фейт или не получится? Все-таки большинство минимальное. Может быть и перевернут Винстрайк. Если Винстрайк не перевернут, им со следующего раунда ошибаться нельзя будет. Там и так-то деньги не у всех. А-а-а. Ну, понятно, походу. Ну, походу, ясно. Походу, ясненько. Ну, вот тебе и... 5 в 1. 5 в 1. Харн и Мар остаются там, ну, лоу-хэповыми. Ну, какая разница. Они каждый по 2 килла сделали. Или он последний. 14-9. 14-9, друзья. Да уж. При счете 5-1. Казалось, что у Винстрайк дела там могут сложиться неплохо. Потому что пауза будет. Вот Винстрайк, это что. Они закупаются. Они закупаются. Или не пауза. Не пойму. Так, могу кэфчики показать, кстати, на в целом Best of 3 противостояния от наших друзей по рематчу. Они вот такие. 3.75 на данный момент. На Винстрайк и на Фейт 1.25. Это на BO3 в целом, друзья. То есть в лайве на данный момент на сайте по рематчу можно такие кэфы поймать. Слышка находится в описании под трансляцией. Так, они раздропались. И это, кстати говоря, может быть вабанг. Потому что денег уже нет у трех игроков. И если сейчас раунд не заберут, если Фейт выйдут на 15.9, там уже будет очень сложно. Там уже будет очень сложно. Так. Ой-ой-ой. Март тут скролл. Аккуратнее. Так. Разменом один в один. Харн. Ой-ой-ой. Что ты дал, дядя? Какой стрейф. Там Эллиан даже не понял. По-моему, даже модельку его не увидел. Боже. Вот это хороший был выстрел. Это еще и на Узум. Блокер минус бондик. Ой-ой-ой. Блокер. Take it easy. 24 на 13. Трипл килл от него. Жестко. Ну и все. Полноценного бая точно не будет. Ну, то есть, там будет экономика, да? Там будет бай, но вот полноценный, с раскидкой, там, с сигнатурными девайсами для всех. У WinStrike точно не будет. Но какой-никакой раунд все-таки состояться должен. Ладно, смотрим. Возможно, последний. Ну, или же 6 маппоинтов нужно в WinStrike отыграть. Пока слабо в это верится. Пока слабо в это верится. Но, как я говорил до этого, в Counter-Strike у нас всякое бывает. Ага, тут Блокер. Понял. Никельбек. Бедняга. Стоял-стоял в монстре. Стоял-стоял в монстре. Никельбек говорит. Точнее, Никельбек. Блокер говорит. Ну, что ты стоишь? Стой. Патрик сделал минус по кризину. Бондик. Мара перестрелял. Ой, увидел. Увидел. Ой, хорошая флажка. Хорошая флажка. 4 в 2. Лаки и Бондик остаются вдвоем. Нужно каким-то образом здесь растаскивать на двоих, но... Это сложно. Это сложно. Блокер закрывает Бондика, а здесь Харон закрывает Лаки. Это 16-9. Это уверенная игра. Это тот дал меньше. Но в этом противостоянии. Ну и вот все-таки, как я и предполагал, по статистике, да, элементарно даже смотреть. Ну, не играют в WinStrike к оверпассу. Ну, не играют они. Не знаю, как насчет практикуют, но вот официальных матчей за три месяца у них маловато. Маловато для того, чтобы играть его против Фейт. Но опять же, это был пик Фейта. То есть тут никаких вопросов, да? То есть забрали свой пик. Молодцы. Сейчас будет пик команды WinStrike. Но вот проблема в том, что Фейт играют, Вертига тоже. И мы здесь с вами можем даже с вами, с вами, с вами, с вами увидеть 2-0. Но ничего не ясно. Будем дожидаться второй карты. Начнется на минут через 10, поэтому далеко не уходите. Напоминаю вам про наших друзей из Parimatch, про 100% бонус. К первому депозиту, если вы новичок на сайте Parimatch, ссылочка для вас в описании под трансляцией. Пойду передохну и скоро к вам вернусь.